Всем привет, дорогие друзья! Вернулись мы из Портенита. Кстати, такси стоило от Портенита до нашего места проживания 500 рублей. Причем стоял микроавтобус, ну, такие, знаете, ну, какой-то импортный. Ваня, не обратил внимания? Ну, в общем, типа как газельки вот такой вот. Я говорю, а вы не подскажете нам номер такси какого-нибудь местного? Потому что у меня не было номера. А говорит, так мы такси. Я говорю, так надо маленькую машинку какую-то нас довезти. Так, говорит, цена одинаковая, что она маленькая, что она большой. Вот за 500 рублей нас довезли. И мы бегом на наш маленький пляж. Потому что еще остается время до 6 часов. Можно спокойненько полежать. Сейчас такой активной жары нет. Ваня купаться только в футболке. Мазала ему спину, шею, руки. Много-много раз. Сейчас, в общем, все равно у него ему и не помогает. Мальчишки, вон, смотрю, все загорелы и бегают. А Ванька весь красный сидит почему-то. Ну и, наконец-таки, на лежаках. Можно вообще прям, видите, лежать. Теперь спокойно можно с одной лесенки спуститься, с другой лесенки спуститься. Мальчишки прыгают вообще. Но прыгать нам еще рано. Ну, в общем-то, это прям вообще единение. У меня сейчас ужин, я сижу. И прилетела опять чайка. Я сейчас ровно на одну минуту отошла сюда, в комнату, чтобы что-то там сделать. Вот. И она тут как тут. То есть вот откуда она это видит, что здесь еда, понимаете, она моментально здесь как здесь. То есть я только вернулась, она прям уже была здесь на подлете. Ну, извини, это не для тебя, дорогуша, не для тебя. Я здесь кушаю, сижу. Я кушаю, сижу. Да, да. У меня сегодня яичница, помидоры. Ну, в общем, у меня это самая любимая еда. Я ее обожаю, готова есть сколько угодно. Там, смотрите, какой-то кораблик вдалеке плывет. То есть, может быть, уже какие-то прогулочные рейсы разрешены. Надо съездить, наверное, в Ялт. А у Вани там любимое место еды вместе с планшетом. У него там хорошо ловит. Да, Ванек? Потом надо будет за помидорами сегодня сходить попозже. Помидоры, потому что здесь безумно вкусные помидоры. Реально, вот настоящие помидоры. Но вкуснее всего масло нерафинированное. Вот настоящее. Настоящее, неподдельное, очень вкусное, нерафинированное подсолнечное масло. Вот прям даже Ваня здесь вот его заценил, плетает за обе щеки. У него тоже яичница с помидорами. Рыбаки рыбку ловят. А там, где ловят рыбаки рыбку, обычно всегда чайки бывают, либо коты. Вот, смотрите, рыбка поймалась. Кот тут как тут. Тут как тут. Ну, не досталась ему рыбка. Не досталась. Он там сел в надежде. Она там плещется в ведре. Слушайте, Ваня, мне как всегда вышли мы сейчас на вечернюю прогулку. Уже все сейчас. Ну, как вечернюю сейчас сколько? Семь часов, восьмой час. Здесь же на юге очень быстро темнеет. И Ваня мне опять рассказывает про телефоны. Что какие-то дайверы куда-то там всплывали в Америке. И нашли телефоны, айфоны, и вернули их своим владельцам. У Вани вот такие вот ассоциации с морем. Я тебе скажу, это где-то в озере. Ну, как бы уронили их туда. Они вот так защенны. Они их нашли и вернули хозяевам. Да, мам. А еще, нет, там можно купаться. Они, наверное, их брали с собой купаться, снимали. Как ты. И утопили. Ну, вот мне бы не хотелось бы утопить телефон. Давай посмотрим, где здесь заход получишь. Ой, кстати, море сегодня, смотри, Ваня, полный штиль. Обычно волны в это время. А сегодня даже волн нет. Обычно всегда ударяются вот здесь вот волны. Мама. А? Да мне вот он не так. Знаешь, почему? Почему? Потому что там вот такие вот ступени. Ты наступаешь, как бы, уже не боишься. Ну, так и здесь ступени. Вон они. Смотри, сколько здесь ступеней. Кругом одни ступени сплошные. Не, мам. Кстати, детей становится с каждым днем все больше и больше. Вообще людей и людей с детьми. То есть сюда приезжают, знаете, как многие на машинах вместе с детьми. Прям большие семьи. Там по два, по три ребенка. Ваня 50 рублей подарила. У него теперь задача, куда потратить. Я говорю, тебе здесь 50 рублей ни на что не хватит, Вань. Здесь 50 рублей маленькая водичка стоит 0,5. Мама, дай мне скажу. Вообще-то хватит на два супера. Чего на два? На два супера еще будет задача. А что такое суперы? Мам, ты забыла. Мы в том магазине, мы всегда. А, шоколадку что ли? Да, шоколадку. И в пачку выбрать. Я и не знала, что, оказывается, 50 рублей хватает на два супера. Сейчас 50 рублей, это как раньше, наверное, 5 рублей было. А сейчас 50 рублей. Мама, значит, в 10 раз увеличили. Ну, я что-то даже не помню, что. Меня вот спрашивали, сколько стоят здесь вот эти вот эллинги. Но я не знаю. Видите, у них объявления-то везде висят. Кстати, объявлений очень много. Продается очень много здесь эллингов. Но сколько стоит, мне не интересно, потому что мы тут покупать, разумеется, ничего не собираемся. Здесь, ну, как бы, я считаю, что здесь нормальные, демократичные цены на отдых. Вот 4 тысячи там за номер, там, студию, да, но не за номер, я все время, как бы, это же, понимаете, гостевые дома. За номер студию с завтраком, с шикарнейшим видом на море, я считаю, что, как бы, это нормальная цена. Я смотрела с Ваней и думала, вот, когда насчет Сочи, либо насчет квартиры, либо Бридж-ресорт. Так вот, Бридж-ресорт, ну, если кто-то не знает, это такой отель в Адлере, 4 звезды он, но там они работают, ну, тоже есть завтраки, но есть система, все включено. Я в этом отеле уже отдыхала два раза, мне он, в принципе, как бы, нравится, но если, допустим, ехать в 4 звезды в Турцию, в 4 звезды в Бридж-ресорт, то, разумеется же, я поеду в 4 звезды в Турцию, потому что, ну, как бы, это небо и земля. Самый главный минус, который там есть, это отсутствие туалета на пляже и идти до отеля порядочно для того, чтобы сходить, допустим, в туалет. Либо там на пляже, вот у нас Ваня был маленьким, мы ездили с мужем, он захотел срочно в туалет, причем нужно было это очень-очень срочно, и в море это было сделать нельзя, и мы пошли в туалет. А денег у меня с собой, там была какая-то крупная купюра, то ли 500 рублей, то ли 1000 рублей, и мы нашли ближайший туалет, там, я не знаю, в скольких метрах, мы до него бежали бегом, потому что ребенку, если приспичит, то нужно очень-очень сильно. Прибежали, я даю эту купюру, мне говорят, а у нас дачи нет. И вот понимаете, хоть за туалетом садись и делай вот это вот дело. Вот это вот самый большой минус этого бридж-ресорта, что нет туалетов на пляже. А если там, извините, приспичит, куда вы будете ходить? Будете ходить в море. Ну, либо они там есть, но их не очень много, соответственно, там они платные, и не всегда есть дача. Вот, и вот этот вот бридж-ресорт в Сочи стоил на 10 дней 115 тысяч. На 10 дней он стоил, ну, с перелетом, совсем включено, он стоил 115 тысяч. У нас здесь 11 дней с перелетом, сколько, 68 тысяч, по-моему, да? 68 тысяч, вот. Ну, понятно, что мы еще потратим, ясное дело, здесь на питание, то есть оно все равно где-то получается 50-50, ну, то есть где-то приблизительно такая же стоимость. Но мы здесь имеем возможность выбора, соответственно, там, что мы хотим поесть. Ну, и самое главное, что в бридж-ресорте нет вот такого вот прекрасного вида на море. А для меня это самое главное. Когда я еду на море, я не хочу ходить за 3-9 земель. Вот, допустим, когда мы были в Бергамоте, супер отель, шикарный отель, питание классное, отношения, администрация замечательно, все хорошо. Но на пляж нужно ехать. То есть пешком, конечно, можно дойти, там, когда, может быть, прохладно как-то или еще что-то, но ехать. А ехать – это уже ехать. А я, мне нравится, вот, я вышла сейчас, 2 минуты, вот, я здесь оказалась, вот, 2 минуты, вот, считайте, вот. Нужно вам выйти, вот у вас номер, вот спустились по лесенке, вот сидите, релаксируйте, смотрите на море, хотите, бросайте камушки, хотите, песни сочиняйте, хотите, песни пуйте. В общем, что хотите, делайте, делайте, не читайте. Камешков нет, надо набрать камушки, значит, Вань, тебе. В следующий раз наберешь камушки и будешь бросать. Хотите, вон, кальян курите. Понимаете, то есть, как бы, каждый делает здесь, что хочет. И не нужно никуда идти. Вот это вот для меня самое главное, понимаете. Вот здесь, вот, есть вот пятизвездники, да, там, на берегу моря, который. Там ценник, он зашкаливает, он огромный. Я имею в виду в Турции. А здесь, вот за такой вот шикарный вид на море, я считаю, можно все отдать. Мне очень нравится просыпаться с видом на море, под шум волн, встречать рассвет. И я говорю, мне это единственное место, где мне не спится, и где я просыпаюсь в полшестого сама без будильника и бегу-бегом на балкон. Сажусь и наблюдаю за всем этим делом. Ну, и прогуляться тоже, говорят, вот там, где прогуляться. Ну, прогуляться, как бы, вот она, небольшая набережная. Ну, в любом случае, в одну сторону, сейчас надо засечь, кстати, сколько бы они, мы будем идти с тобой. Ну, 15-20 минут в одну сторону, 20 минут в другую, как бы, 40 минут прогулка вам обеспечена. Хотите по морю, хотите по берегу. Ну, еще раз говорю, когда люди будут здесь, когда будут все заселены вот эти вот эллинги, наверное, здесь будет аншлаг, и не очень хорошо. Но вот сейчас пока что вот на этом этапе. Вот здесь, в общем, пришли мы к отелю Paradis, который я вам показывала днем. И вот здесь прям вообще полное оживление капитально. Людей очень много. И на море, и на пляже, и здесь сидит везде. Это вот самый-самый конец, это упор, куда можно дойти. Я думаю, где тут Paradis? Где у меня там, что у меня там здесь уловила Paradis? Ну, вот сейчас хочу вам пляжи куда-нибудь показать. Ваня, ты хочешь туда ухнуть, что ли? Мы сейчас вот здесь вот попробуем пройти. Или здесь нет прохода? Здесь есть, наверное, какой-то проход. Я уронил сверху 150 рублей. Чуть ли не умер сверху от расстройства. Ну, вот пробрались мы сюда, но там дальше еще, я смотрю, дырка есть. Сейчас попробуем в нее пролезть. Потому что там дальше есть еще пляж. Мне он очень нравится. Вот здесь, смотрите. Я не знаю, я смогу пролезть в эту дырку или нет. Ваня-то сможет. А я помещусь в дырку или нет? Попробуем? А это турник какой-то старый, жжавый. Давай, пролезай. В какую-то заброску с Ваней пролезли. Учитесь. Находите вот такую вот дырку. Правда, там камера. Вань наблюдает, что мы с тобой забрались сюда. Это какой-то бассейн чей-то. Мама, смотри, где? Камера? Вон она напрямую смотрит. Вань, ну нас за это не убьют. Ничего такого страшного здесь не делаем. Просто хотим посмотреть, что здесь за район такой. Здесь, смотрите, в уединении в полном на море сидят. Я вот туда все хочу пробраться. Вот, видите, какой-то там пляж вообще совсем уединенный. Ну, сейчас пойдем попробуем здесь пройти. Это база какая-то тоже, кстати. Причал написано. Номер 167. Здесь, наверное, может быть, раньше эти какие-то корабли причаливали. Вон там лодки стоят. Вон там бар-ресторан. Стоянка какая-то. А, не, Вань, можно. Вот прям тут отсюда дорога. Пошли, пошли. Туда можно идти? Пошли, не бойся. Нет, пошли. Точно тебе говорю. Можно тут идти? Сейчас спокойно девушку ведем. Мама. А? Если тебе сейчас... Не выгонят нас никто, не бойся. Если тебе сейчас... Заплатим, не переживай. Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей, хорошо. Заплатим пять тысяч рублей. У тебя нет вообще. У меня есть пять тысяч рублей. Я у них только в долларах. Бар-ресторан. Вань, в долларах. Да в долларах за счастье для людей. Когда в долларах есть деньги. Это больше в миллиарх. Потому что в долларах это больше, чем в рублях. Сказал ты. Мама, так можно обратно, наверное, разменять на доллар. А? Так можно, наверное, на задную доллар разменять. Слушайте, вот оно. Оказывается, все было просто. Оказывается, здесь спокойно можно пройти. На этот пляж. Пошли. В общем, конечно, такими буераками. Через всякие препятствия. Но вот здесь прям вообще отличный пляж. Это, наверное, пляж утесы, скорее всего. Но здесь, наверное, может, прохода нет. А может, и есть вот здесь какая-то есть подъем. И непонятно, он куда ведет. Но здесь по морю очень легко. Вон там спрыгнуть. По морю вон там пройти. И вот сюда попасть. И здесь эти лежаки. И закрыта такая уединенная территория. И можно как раз-таки на территорию утеса попасть по морю. Что мы завтра с вами с тобой сделаем? Вот здесь просто спустимся по лестнице. Да, и вон там спокойно можно спрыгнуть. А зачем нам вещи? Пакет один взять с полотенцем. Отпуск и отдых в Крыму продолжается. Сегодня у нас уже четвертый день здесь пребывания. И, как всегда, по традиции планы на день. Значит, мы вчера познакомились с мамой, с сыном. Они тоже из Москвы, так же, как и мы. Мальчик Рома там старше на год, чем Ваня. Ну, как бы вот все-таки вместе-то оно поинтересней. Решили совместно сегодня съездить в Ялту. Потому что все-таки и такси можно пополам поделить. Ну, и, соответственно, как бы поболтать. И чтоб детям было интересно. Вот, поэтому сегодня хотим прокатиться в Ялту. Посмотреть, как там сейчас в Ялте. Что меня интересует в первую очередь, это ходят ли теплоходы, вот эти вот прогулочные катера. Возможно ли доехать до Ласточкиного гнезда, потому что очень хочется туда попасть. И, если не получится, то посмотреть тогда пляжи, там, может быть, Массандровский пляж. Не знаю. В общем, все по обстоятельствам. Главное туда доехать. Ну, и наше утро по традиции начинается, как всегда. Как всегда, с утра кашка рисовая. Причем у них действительно вкусная, очень-очень вкусная каша. И сейчас Ваня сегодня вообще кашу никакую не стала брать. У него с утра, как всегда, нет настроения почему-то. Видимо, наверное, не доспал. Ну, хотя времени уже сейчас сколько, наверное, полдевятого. Я так думаю, что мы сюда пришли. Люди уже вовсю купаются. Мы сюда пришли в 8-10. А, в 8-10 мы сюда пришли. Вот, если нужно точное время узнать, это можно у Вани спрашивать, он всегда знает. Заказали такси от этой Волны. Здесь мне сказали, солнышко дешевое такси, но Волна дешевле. Что-то 682 рубля. Вот едет, едет за нами вот такая вот машина, шевроле ведоведавшая. И едем мы с вами сейчас в Ялт. Сейчас вот как раз с вами проедем по всей нашей набережной. И сейчас я хочу вам вот эти горы все заснять, как мы будем в гору подниматься отсюда. Так, и вот мы начинаем подниматься. Вот сейчас вам же фотографы не подкупили здесь кого-то. А тут фотограф разве есть? Мы не видели здесь фотографа. Видимо, где-то есть. Вот, видите, вот все-все-все мы едем в гору. Фотографии здесь занимаемся. Наша лошадь уже памятная, да, Ваня? Мы мимо нее сколько у жирафа ходили? Раз двадцать, наверное. Не, мы не первый раз. Мы приехали, просто хочется сейчас, уже насидели здесь. Хочется где-нибудь походить, посмотреть. А вот тут вот есть брикмахерский вот. Ага, есть там брикмахерский. Вот, смотрите, это вот мы сейчас только доехали до Шелакбаума, который прикрустает. Вот сюда проход. Ну, да, самое главное подняться наверх. Вот, это я просто показываю для тех, кто вот смотрел, как мы вчера с Ваней. Это все мы с ним вчера пешком топали. Вот здесь мы вчера, Лена, шли. Ага. Наверх, наверх, наверх. Думали, не дойдем. Но здесь даже машина-то тяжело. Он, я смотрю, поднимается наверх. Как местные здесь привыкают по этим сопкам. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. А зам, где-то тут легче. Тут красиво. Тут легче, да? Да, тут воздух, да, но даже ничего. Нет, тут воздух, да, воздух однозначно целебный. И не устояешься. И просыпаешься рано. Обычно у нас уж спишь-спишь, спишь-спишь. А здесь сна нет. Вот, видите, вот это вот поднялись не на горы, и все, уже поедем сейчас. По нормальной дороге, наконец-то. Это еще не основная, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok